Хотел спросить, какое вы издание еще? Да, значит, друзья, хочу представиться. Павел Белоруссанфо. Сейчас снимаем историческое расследование по Куропатам. Вы увидите скоро первую серию, у нас будет много частей. Это первый момент. Второй момент, хочу сказать свою позицию. Вы тут стоите, у вас своя позиция. Я, как житель Белоруссии, хочу выразить тоже свою позицию. Значит, я считаю, что Беларусь, Россия, Украина, я назвал это Святой Руссией, это было ранее. Сейчас это отдельное независимое государство 1991 года. В 1991 году, как мы знаем, произошла незаконная ликвидация Советского Союза. А его создание было законным? Сейчас. Можно? Ну, вы у меня спрашиваете, я отвечу. И мы были разделены. Мы были разделены против желания народа. 70% жителей БССР высказались за... Друзья, давайте я скажу, у нас стрим потом выскажете. Высказали за то, чтобы мы были в составе Советского Союза, территория Беларуси. Это первый момент. Второй момент. Я считаю, если мы будем вместе, мы будем сильнее. Поэтому тут не надо враждовать, не надо нас стравливать. Беларусь с Россией стравливать не надо. А почему тогда Россия этим занимается? Россия этим не занимается. Дело в том, что мы видим, что происходит на Украине. Там получается... Почему мы видим, что происходит в Приднестровье, Таджикистане? Это все было создано КГБ для того, чтобы присоединить эти части обратно к России. Павел Беларусенхо, друзья, будьте с нами. В общем, мы должны быть вместе. Значит, смотрите, я обратился на территории БССР. БССР. А я считаю себя славянин, потому что это национальность. Беларусь, русский, россиянин, украинец – это не национальность. Это вообще принадлежность территориальная. Славянин – это как раз таки культура. Славянин может быть негр, если он переймет славянскую культуру. Беларусь может быть негр. Негр может быть с паспортом Беларуси, и, соответственно, это Беларусь. Славянин – это кровь, а русский – это культурно-историческая принадлежность. И я считаю, что в Киеве стоит памятник князю Владимиру в Москве. И считаю, что нужно поставить Минск. В Москве вообще непонятно, каким хреном это стоит. То есть мы должны быть... Россия и Украина должны быть едины, и тогда мы будем богаты, счастливы и сильны. На раз-за раз Россия самая богатейшая краина света на выкопни. Сейчас Россия сейчас находится под внешним управлением. Нет, с 1991 года, по Конституции. По Конституции, друзья. Те вещи, которые пытаются... Подождите, Светлана. Те вещи, которые пытаются, например, сторонники вот этих всяких сектантских идеологий типа НОДО вернуть, там, национализировать, например, Российский банк. У нас он в Беларуси национальный, понимаете? Это же зло. Вот к чему это привело? Это приводит к инфляции, то есть к тому, когда президент управляет в ручном режиме. Это же плохо. А россияне это хотят. Смотрите, ребята, вот что вы хотите? Подождите, стоп, стоп. Что плохо? Управление в ручном режиме, естественно, плохо. Потому что президент по англосаксонской модели не является органом власти. У них не предусмотрено. Понимаете? Должность президента нам вообще навязана. На нашей территории никогда не было президентов. Мы проиграли холодную войну в Советский Союз, и мы получили мэров, президентов, англосаксонскую модель управления. Естественно, она плохая. Вот вы говорите про то, что мы там были некой единой державой и прочее. Конечно, тысячу лет. А про то, что Великое Княжество Литовское больше всех воевало с Россией. Про то, что у нас существовала как раз-таки другая модель управления. Стоп, стоп. Те жители, которые исповедовали православие. Значит, дальше. Дальше вам рассказывают Дмитрий. Великое Княжество Литовское состояло на 90% из славян. И поэтому оно было настолько сильное. А славяне мы и есть, белорусы, россияне, современные россияне. Да, только вот россияне воевали с Великим Княжеством Литовским. В каком году? Постоянно, до самого развала. В каком году конкретно? В 14 веке, в 15 веке, в 16 веке. Почему тогда белорусские националисты говорят, что воевала ВКЛ с Московским Княжеством? А почему белорусские националисты говорят, что воевала Беларусь с Россией? То есть, понимаете, подмена понятий. Сейчас у нас государство, как называется? Сейчас, подождите, тогда было ВКЛ. Мы наследники ВКЛ. Нет, ну что, мы наследники, вы смотрите, а Смоленщина наследники ВКЛ? Да, это наша территория, которая сейчас находится незаконно под оккупацией России. Ее необходимо вернуть. Территория по какому году? И Брянск тоже. Значит, Дмитрий, территория, границы территории определяются по итогам войн. В 41 году была Великая Отечественная война, которую мы выбрали. Вторая мировая. Великая Отечественная – это миф фашистской российской пропаганды. То есть Великая Отечественная война не было? Конечно, не было. Это миф пропаганды. Вторая мировая началась в 39-м, закончилась в 45-м. С разгромом? 1 сентября? Да, с разгромом Виконии. Это начало войны, 1 сентября. Когда Гитлер напал на Польшу, это начало войны. С этого началось войну. Это для кого началось? Официально. Ну, вы хотите, можете, с 1938 года считать. А в Японии когда были боевые действия? Так я не знаю, что вы оперируете. Великая... Я оперирую международные терминологии, когда началась война. И знаете почему? Какого? 1 сентября, да? Да, термин вот этот, Великое Отечественное, придуман фашистской пропагандой, российской. Она для нас была Отечественной, потому что у нас было Отечественной. Потому что до этого Советский Союз на стороне Гитлера делил вместе с ним Европу. Разделил Польшу. Какую Европу? Какую Европу. Сталин поздравлял Гитлера с захватом Парижа. Стоп, Дмитрий, вы сказали, что Гитлер со Сталином делили Европу. Да. Значит, конкретно, что вы имели в виду? Я имел в виду Польшу. Подождите, то есть Западная Беларусь, это была не наша территория? На тот момент она находилась в составе Второй Речи Посполитой Польши. Ну, под польской оккупацией. Нет, не под польской оккупацией, она находилась в составе Польши. То есть белорусы в 1939 году были посполяты? После развала Российской империи мы объявили Белорусскую Народную Республику, которую разделили между собой кто? Белорусы. Подождите, 20 человек в Лондоне? Не 20 человек. Это довольно-таки немалое количество. Ее даже признали некоторые страны. То есть БНР объявила 50 человек, и мы должны признать эту республику. А ДНР сколько объявила человек? Вы признаете ДНР, ЛНР? Нет. Нет? То есть БНР вы признаете, ДНР вы не признаете? Это же разные вещи. Понимаете, в чем дело? После развала Российской империи, которая перестала существовать, местная элита объявила о создании своей республики. Однако значительно превосходящие по количеству большевики и поляки, они разделили эту территорию. То есть они не захотели признавать эту территорию. И поляки разделили территорию современной Беларуси. Да, поэтому часть находилась под советской оккупацией, часть под польской. То есть мы сами себя оккупировали? Нет, ее оккупировали именно Советский Союз, то есть большевики, которые создали Советский Союз. Потом он был также и ликвидирован. Да, был ликвидирован. По собственной воле. И все границы точно так же признали. И теперь его не существует. Ну, хорошо, отношусь к Горбачеву. С точки зрения советской элиты, номенклатуры советской. Не народа, а советской номенклатуры. Почему вы говорите за народ? Вы за себя говорите. Я вот и говорю за себя, что с моей точки зрения, это человек, который, ну, как бы его фигура неоднозначна. Потому что с одной стороны... Он ликвидировал государство. Да, да, с одной стороны он ликвидировал государство, но с другой стороны он дал свободу народу. Потому что Советский Союз – это тюрьма народов. Ну, это пропагандистские, проамериканские тюрьмы народов. А вы в курсе, что Российскую империю тоже так называли? Конечно, так она так и есть. А Беларусь – это свободный советский государство? Беларусь кто-нибудь спрашивал, Чукчи кто-нибудь спрашивал, Кавказцы, хотят ли они присоединяться. Хорошо, Америка – это тюрьма народов? Нет. Нет? А что это? Великая демократическая страна? Да, это Великая демократическая страна. Она создана абсолютно добровольно. Любое государство, там действительно действуют федеративные договора. И эти территории добровольно объединены. Ваше отечество для вас – тюрьма народов, а Америка для вас – великость. Не мое отечество, а отечество – Беларусь. В каких границах? В границах сейчас, вот в современных границах. Современные. Это ваше отечество. Если говорить про 1991 год. А Смоленско-Брянск – это что для вас? В данный момент эти территории пока не входят. Ну, для вас это что? Отечество ваше? Это наши бывшие территории. А, бывшие. Которые после определенных войн по договорам были переданы другому государству. То есть это уже не наша территория? В данный момент они нашими не являются. Но вполне возможно, что мы их вернем. Потому что даже когда Наполеон проходил, когда была война 1812 года, маршал Даву отметил, что под Смоленском крестьяне, многие понимают даже польский язык. То есть он был удивлен этим. Потому что, хотя эта территория уже давно не принадлежала речи по Смоленске, это о многом говорит. Слушайте, сейчас в Москве люди понимают польский, даже английский язык. Это же не говорит, что это Англия. Нет, сейчас это одно дело. Но возьмите те времена и возьмите крестьян, которые там жили. Это люди, которые приехали не из-за границы. Они жили там, и они со своей деревни даже не выезжали никуда. Это говорит о том, что этот язык долгое время был государственным там. И люди как бы его понимают, но понятно, не просто так. Поэтому разговоры о том, что, во-первых, опять-таки о термине Белая Русь. Он блуждающий, он относился и к Новгороду, и к Москве. А потом эту территорию нынешнего назвали Белая Русь. Потому что современная Беларусь – это часть Руси. Понимаете? Никакой единой Руси никогда не было. Во времена, вот когда вы говорите, там до Киевской Руси существовали разные княжества отдельные, удельные, которые между собой воевали. Они никогда не были единой территории. Даже в составе Киевской Руси они постоянно входили и выходили из состава. Хорошо, вы мне скажите, кто ваш лидер? Какой лидер? Ну, лидер... Лидер чего? У вас что? Бена, я в что у вас за движение? Никакое движение. Я блогер, я независимый блогер. А, нет, ну лидер белорусских националистов кто? У каждой партии свои лидеры, никаких лидеров единых нет. И не нужно... Я считаю, я за гражданское общество, что граждане сами должны определять, а как раз та модель, которую навязывает Москва, почему я считаю, что нам нельзя объединяться с Россией, вот эту авторитарную, с жесткой вертикалью, о том, что есть некий вождь-лидер, его необходимо слушать, вот как, например, сталинисты, они любят вот эту модель, чтобы на бутылке сидеть. То есть есть некий вождь, его заместители, а народ это быдло, которое просто исполняет приказ. А есть западная модель с гражданским обществом, с горизонтальными связями, с огромными развитыми негосударственными структурами. У западной модели были цари, ну, точнее, короли у нас цари, правильно? Мы про какое время говорим? Ну, вы говорите, даже в Англии сейчас короли. Ну, и что? То есть у них же демократия не всегда была. Ну, в Англии короли и что? Ну, то есть для вас западная модель, вот она, были короли, для вас это, ну, западная модель прекрасная. А у нас они до сих пор, по сути дела, если смотреть на Москву, остались. Понимаете, это структура восточного типа, вот царство такая. Ну, нашего отечества, да, отечественное. Не наше и не отечественное. Ну, для меня наше. В Речи Посполитой была совсем другая система, и правовая система была другая. Поэтому Речь Посполитой и развалилась, потому что у них была хреновая система. Она не смогла выстать против жесткой авторитарной системы. Вот именно, она проиграла конкуренцию. Да, но для народа это плохо. Понимаете, я считаю, что государство должно быть для народа, а не для вождей, не для кучки лидеров, не для номенклатуры. Таково, для чего? Чтобы, ну, как, для чего лидер? Лидер вообще нужен всегда, понимаете? Ну, вот это вы считаете. Я считаю, в первую очередь, что государство должно быть для народа, а не народ для государства. Народ не должен быть ресурсом для эксплуатации каким-то вождем. Таково, как вы представляете эксплуатацию вождем народа? Ну, вот сейчас, как вы видите, с нас собирают налоги. То есть народ эксплуатирует? Сейчас эксплуатация, да? Ну, конечно, и в России, везде. Хорошо, а вы в курсе, кто налоги вообще ввел, вообще в мире, когда появились налоги? И знаете где? Ну, не знаете, я вам скажу. В начале 20 века в Америке ввели налоги банкиры, которые запахли в ОС. А куда это идет, понимаете, в чем суть? Так это они создали систему. Нет, смотрите, в чем дело. На Западе, вот многие говорят, там тоже жесткие правила, там авторитарные, там чуть ли государства, что ни демократии нет. Но эта вся система создана для того, чтобы соблюдать права граждан. То есть, чтобы люди друг другу не мешали, чтобы общество могло максимально свободно существовать. То есть закон создан. Закон создан для защиты граждан, а у нас закон создан для защиты вот этой элиты. Это вы так трактуете. Нет, это так оно и есть, посмотрите, изучите. Ну, так, где посмотреть? Нет, на самом деле в Беларуси и в России, на самом деле, очень свободно. Вообще, отлично. Не нарушайте закон и будет все нормально, ребят. Знаете, я только сейчас недавно с Куропат, перед Куропатами был у одного человека, брал интервью, против которого сфабриковали на ровном месте уголовное дело. И, как бы, такие случаи постоянно происходят. Недавно я был на суде. Потому что надо нарушать закон. Ну, спасибо, да. Классно. Не надо нарушать закон. А если ты не нарушаешь закон? Ну, конечно. Ты просто сделал там что-то не то на кого-то, не на того, скажем так, что-то сказал и все. То есть ты не нарушил закон. Ты не согласен с политикой нашего государства. Все, у тебя наркотики находят. Ну, смотрите, такой статьи нету. Если ты не согласен с политикой государства, значит, нету такой статьи. Правильно. Так и не за это же судя. Судя же за что-то есть присяжные. Вот именно, да. Ты вот сейчас ее поедешь в машине, ты что-то сказал на Александра Григорьевича? Едешь, тебя останавливают ГАИ и находят у тебя в машине наркотики. Ночью кто-то подошел, подложил, все, и говорит, ой, блин, ты ж наркоторговец. Нет, я тоже так могу придумать. В Америке тоже так. Нет, не придумать. То есть, это естественно, такие случаи я могу вам показать реально. Ну, назовите мне такие случаи. Ну, вот я сейчас говорю по поводу уголовного дела. Не с наркотиками связанное, а по поводу Туровича. Знаете, режиссера такого Туровича, Алексея Туровича. Ну, вот. Ему пытались подбросить наркотики, но не получилось. Машину, которую подбросили, он ее продал. То есть, она пришла к другому владельцу, и он купил другую машину. Когда его остановили, у него ничего не нашли, хотя искали наркотики. Но зато ему сделали, спубликовали другое дело. Ну, короче, вам отечество ваше не нравится. Мне нравится, мое отечество, мне не нравится фашистская Россия, которая пытается его уничтожить. Я люблю Россию, Беларусь и Украину. Я считаю, что мы один народ. Это первый момент. А второй момент, давайте пройдем референдум. И давайте, пусть наш народ выскажется за... Мы за союзное государство с Россией, а нет, давайте так сделаем. Давайте, и вот здесь вы так раз и узнаете, что у нас нет ни свободы, ничего. То есть, у нас нет выборов, у нас манипулируют. Подождите, но вы за демократию? Вот именно. Нет, так я говорю, что я же говорю, пожалуйста, я только рад, чтобы провести этот референдум. Ну, вы увидите, какой будет результат. Ну, какой будет результат? Ну, догадайтесь. Такой, какой надо Александр Григорьевичу. Он же сказал, 98% белорусов против объединения с Россией. Все. И что? И будет вот такой результат. Ну, мало ли, что он сказал. Надо спросить у народа, мало ли, что он сказал. Понимаете, что вы не узнаете мнение народа после этого референдума. Вы узнаете мнение Ермошины, который позвонит Александру Григорьевичу и скажет, сколько надо написать. Вы когда-нибудь видели, как у нас проходят выборы, как работают окружные комиссии, как проходят фальсификации вживую? То есть, западный суд, любой западной страны, это истина в последней инстанции. Не любой, не любой, не любой страны. Каждый случай уникален. Но система выстроенная у нас, это изначально порочная, это пародия на демократию, на западную. Так у нас и выстроена система в 90-х с западными демократами. Не западными демократами, а нашими диктаторами. То есть, властья строил западную демократу систему. Не поздняк, ее строил Александр Григорьевич Лукашенко. В 91-м году Лукашенко не было в власти. Лукашенко пришел, он разрушил как раз то, что пытался сделать поздняк. Хотя бы какие-то основы демократии. Но он пытался сделать. Он пытался построить национально ориентированную демократическое государство. Ему не дали это сделать. Этот период, во-первых, совпал с вот этим периодом, таким межсезонним после развала Санского Союза. Вам сейчас нравится жить в Беларусь? В Лукашенко нет. А если другой пойдет человек? Смотря кто. Если пророссийские ватники, то мне точно не понравится. Я скажу, что я ватник в том числе. Мои все деды воевали за это отечество. И я наше отечество люблю. Я не считаю, что у нас тут какая-то диктатура, как вы. Как вы относитесь вот к этому месту? Вот, пожалуйста, Куропаты. Это лучшее место. Какое место? Куропаты. Куропаты? Это немцы расстреливали в Куропатах мирных жителей. Есть множество доказательств того, что там расстреливало НКВД. Доказательств? Археологических, доказательств свидетельских. Значит, смотрите, мы сейчас снимаем фильм по Куропатам. Беларусь-инфо вы скоро увидите. Первая серия. Мы вам все покажем. И доказательства... Спасибо. Вы нам все покажете. Из того, что вы какие вопросы задавали, я уже понял, о чем это фильм. То есть это фальшивка, сфабрикованная Кремлем. Потому что я говорю, что есть свидетельские показания людей, которые там жили. Есть показания археологические. Это уже доказано. Проводилось три официальных расследования. И все три пришли к выводу, что это расстреливало НКВД. Мы посмотрим, какие они сделали выводы. Мы их тоже покажем. И будет очень интересно. Будет, да, очень интересно посмотреть. Но я уже знаю заранее, что там за результат. То есть известно, это даже не предмет спора, кто расстреливал его. Это расстреливало НКВД. Немцы не расстреливали. Спросите у еврейских центров, например, в СССР. А кто? Для меня это такие же захватчики, как и СССР. Понимаете? Две фашистских империи, красные и коричневые. Кого СССР захватывал? Сам себя? Сам себя. Не сам себя, а нашу территорию. Белорусскую Народную Республику уничтожили большевики. Так? Так. Нет, не так. И потом они... Как это не так? То есть БНР... Не было БНР. Сколько она существовала? Ну и что? Две фашистских империи. Одна гитлеровская, другая сталинская. Ну сколько по вашему мнению... Преступления Гитлера осуждены, а преступления Сталина до сих пор нет. Ну просто смотрите... Я за справедливость. Я понял. За то, чтобы развенчать вот эти все коммунистические мифы, которые существуют до сих пор. Значит, смотрите, задача вас, как националистов, сравнить Гитлера со Сталиным. Понимаете? То есть Сталин был лидером в то время нашего Отечества. Ну, то есть что делать? Он был вождем, которого никто не выбирал, во-первых. Он был палачом, который лично подписал огромное количество смертных приговоров. Кому подписал? Как это кому подписал? Увидели документы официально с его подписью. Где просто подписывали смертные приговоры по этому писателю, просто вообще рандомным каким-то людям. Ну, у вас просто набор мифов, которые вы озвучиваете. Я их знаю. Они, в принципе, стали плохой. Конечно, плохой. Что он хорошего сделал? Ну, хорошо. Кто тогда... То есть ВНР не существовало, как таковая. Откройте любой учебник истории. Ваша Отечество закончилось на ВКЛ? Нет. В каком году? А на чем? Преемственность наше Отечество, если говорить о белорусской историографии, государственность наша берет начало с Полоцкого княжества. С Турцкого княжества. Полоцкое княжество – это было славянское и русское княжество. Нет, это было как раз-таки под Полоцкое княжество. То есть мы берем начало оттуда. Оно было православное. Затем... Ну и что? Ну как что? Какое должно быть? Сказали, что белорусы – это язычники. Кто сказал? Я не говорил. Ну, ваша... Кто наша? Это кто женщина? Это ее личное мнение. Ну, смотрите, то есть вы выводите белорусскую нацию или белорусов от Полоцкого княжества? Я вообще сторонник, я вообще либерал сторонник гражданского национализма, то есть по паспорту. Сейчас в данный момент наша территория существует такая, и белорусам, и кто-то, у кого белорусская гражданство. Так и так негру дадут белорусская гражданство. Конечно, так это будет белорус. Если он любит Беларусь, если он готов ее защищать... Правильно, я с вами согласен. Белорус – это не кровь. Ну, вот, поэтому здесь нам с Россией делать нечего, с фашистской этой ордой москальской. Ну, это вам так кажется. Нет, это не кажется, это так и есть. Посмотрите, что они делают. В 90-е годы, когда была вероятность того, что Беларусь пойдет на запад, как вы говорите, да, здесь была создана такая попытка для того, чтобы... Зачем западу Беларусь? ...создать очаг напряжения в Полесье, то есть попытка отделения Полесьской народной республики, так называемой, которая была создана КГБ, потом ФСБ, России. Зачем западу Беларусь? Западу Беларусь нужна только в качестве колонии. Беларусь нужна беларусам. Не западу, не востоку, она нужна нам. И поэтому мы боремся за свои права, мы боремся за свою независимость. А нас пытается поглотить орда, которая хочет принять нам свои авторитарные правила. Дмитрий, я считаю, что... Уничтожить нашу культуру, наш язык, чем сейчас они занимаются. У нас язык русский, но я не в этом дело, мой родной язык русский. Но я считаю, у нас два национальных. Да, два национальных. И русский родной. Вот, это первый момент. Второй момент. Я считаю, что в Беларуси, к республике, надо присоединить Российскую Федерацию. Я так считаю. Чтобы у нас было нефть и газ... Хорошо, я считаю, что от этого нефть и газ у нас не будет. Понимаете, в чем дело? Мы присоединим к себе. Я считаю, что наоборот. Для того, чтобы было лучше, России необходимо уничтожить и создать 15-20 независимых республик. Сибирь, независимый Татарстан. Потому что вот татар никто не спрашивал. Спасибо, Дмитрий. Спасибо вам большое. С вами был Павел Беларусонфо. Друзья, подписывайтесь. Павел Беларусонфо.